Представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженца у Республицы Беларусь Жан-Ил Бушардзи заветал Могилёв. Так, подчас наведвания областной организации Червоного Крыжа, он сустракался с беженцами из Украины. Это обычная рабочая поездка, говорит Жан-Ил Бушардзи. Он часто бывает в разных регионах, часом сам насам, кутрыц с беженцами. На этот раз сустрелся с гражданами Украины, которые избегли от войны и новым местом жахарства выбрали Могилёвщину. С работой никак, потому как официально нет возможности устроиться, причине отсутствия документов. Вот, ну, стараюсь как-то в наймах там подработать. Мы с Луганска приехали сюда полтора года назад. Вот, уехали из-за того, что была война, спасались, бегство. Вот, и теперь оформляем дополнительную защиту, муж работает. Ну, игрушки там забиваю, там конструкторы играют. В садик не ходишь? А я хочу. Что ты хочешь? Я хочу в садик. Как раз уладьковаться в садик, где школу, гэтым людям не так складано, говорят специалисты. Пытание регистрации, працевладькования и медицинского обслугования – самые тяжкие. А не которым семьям для выражения проблем просто не хапая информации. У нас есть так называемая комиссия по помощи, которая состоит из представителей нашей организации, Белорусского общества Красного Креста и Департамента по гражданству и миграции МВД Беларусь. Оплачиваем какие-то услуги. Это вопрос, связанный с наймом жилья. То есть мы можем какое-то время поддерживать в плане аренды жилья. Это может быть ежемесячная финансовая помощь уязвимым семьям. То есть это такой пример. Но, конечно, если проблема ещё более существенная, имеется в виду, её не решишь при помощи какой-то финансовой поддержки, консультирования. Конечно же, мы напрямую выходим на государственные органы. Летесь комитет по праце и занятости в области выдал больше за тысячу установших заключений о обмахчимости грамадянам Украины працевладковаться у организациях региона. В основном это обудовлять ей сельская господарка. Снежана Крежевич, Катерина Городницкая, Денис Бутылин. Новины. Регион.